всем привет уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов а именно рутуб youtube дзен всех собственно я приветствую небольшая информация для тех кто любит смотреть мои ролики допустим сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата outlast некоторые видео youtube не пропускает поэтому те видео загружаются на мой дзен канал здесь нет никакой там цензуры никаких проблем с выкладыванием переходьте на цен и смотрите собственно на нем перед началом ролика о чем рассказать о том что в моей замечательной группе вконтакте проходит как всегда замечательный и довольно таки дорогой конкурс на вот такой вот красивенький калашик калашик вот такой сланец красивенький почти три соточки он стоит помимо этого у нас присутствуют на нем красивые наклеечки вот такие вот красивенькие поэтому обязательно залетайте участвуйте участие бесплатное никаких денег с вас не требуется все лишь уже подождать некоторое время народу участвует мало шансы урвать данные красивый и довольно таки дорогой скин много довольно таки много ваш шансов всем желаю удачи ссылка на группу вконтакте в описании под роликом всем приятного просмотра всех обнял всех люблю всем удачи лучший дешевый bus кс го конкурсы на скины кс го и раздача ключей на игры стримы по кс го и различным другим играм если тебе это все интересно залетай на мой youtube канал или же на мой твич канал в этом видеоролике хочу делать обзорчик на американский спрайт но из афганистана то есть у этого американского бренда спрайт есть свой завод в афганистане собственно на котором все это дело производится продавцы в россии закупают это дело все в афганистане и заводят соответственно в россию чтобы люди такие как я покупали и пили эти напитки из-за ну как сказать из-за санкции за решение таких компаний американских различных они сами решили уйти с российского рынка и собственно ну сами это понимаете как происходит объясняю объясняют его для маленьких детей не знаю зачем начал вообще объяснять в общем российские покупать продавцы нашли способ как завозить легендарные эти напитки всеми любимые и собственно закупаются других стран где это все дело есть где они разрешают это делать и все такое прочее собственно недавно я попробовал афганистанской пепси на самом деле довольно таки давно прошел стал момент как их начали завозить в россию да но почему-то до меня вот только сейчас дошло такое почему не попробовать афганистанский пепси почему нет тип и потом сегодня уши да пепси я пробовал вчера выходил магазин зашел сегодня еще раз купите энергетиков перед стримом и такой думаю а почему на спрайт не сделать попробовать спрайт это дело я в принципе тоже любил как и пепси кока-кола в детстве почему не сделать на спрайт и собственно все делаем на спрайт лимон энд лайм flavor вкус carbonated beverage carbonated газированный beverage не помню что значит напиток честно говоря не знаю сколько стоит рублей диапазон 70 80 рублей опять же 300 миллилитров напиток как и пепси в афганистане походу такие только делают ну в таком объеме могут делать потому что этот спрайт у нас из афганистана владельцем бренда является coca-cola company coca-cola company американская компания судя по все у них там зовут афганистане они это делают поэтому как-то так собственно давайте пробовать пить энергетик хотел сказать напиток холодный хранился в холодильнике только он такой грязный прям сильно газированность присутствует на самом деле я особо по спрайту не фанател жестко любил там подпевать его вот такой прям капец прозрачно бывало делали любил подпевать спрайт но особо фаном не был помню момент когда я тоже вроде рассказывал когда я заходил в магазин и маленький был капец какой маленький продавщица мне сказал вот берите типа спрайт зачем вам кола это фанта с красителями выживите тоже там к тип красители типа водичка черный водичка там оранжевая берите вон чистую спрайт типа там все вода там смешана с лимоном все тип того помню этот момент реально это было лет 7 наверно назад мне сейчас 20 когда баночки 05045 столь там по 25 рублей а сейчас за 300 миллилитров ты отдаешь 70 80 рублей вот так вот не ценили на было прям закупать пачками перед санкцией по поводу вкуса ну в принципе вроде тот же самый спрайт прям такой сильно газированный прям приятненький вкусненький с лимоном и лаймом прям такой по вкусу хорошо отработанный как будто плане качественно сделаны вот сколько пробовал лимон лайм всякие напитки мясо такие прикольные скажем так как сделаны были ну отличие есть именно отличие вот у спрайт плане что сделано как то что по-своему скажем так опять же я просто не особо хорю за эту тему за этот там спрайт я вот реально я не любитель пить спрайт у меня одна первом месте до санкций было кола пепси все редко очень редко панта там допустим раз три месяца может быть а спрайт это мы речи даже не был поэтому по поводу изменений по поводу еще чего-то не подскажу вам так мы спрайте не было кофеина да в принципе так она и есть нету напитку чем могу поставить только оценку 5 из 5 проблем каких-то я по напитку не вижу поэтому оценка 5 из 5 на этом будем принципе заканчивать ролик параллельно заканчиваю этот ролик я заливаю другой ролик чтобы его тоже посмотрели но на этом все всем большое спасибо за просмотр ставьте вашу лайки подписывайтесь на канал всем удачи до скорых встреч всем пока удачи а These ladies know that I'm sick